Коллеги, рядом со мной Виктория Иванова, представитель компании Xiaomi. Здравствуйте! Привет! У нас Retail Tech. Все IT-решения, самые интересные диджитал-решения. И, конечно же, Xiaomi здесь. Давайте немножко поговорим о компании, о ее плюсах и близких к сердцу русскому человека названиях. Да, спасибо большое, что, кстати, назвали правильно название нашей компании. Она произносится именно так. Xiaomi, действительно, мы здесь сегодня представлены, так как, ну, retail – это про нас. Мы очень обширно, глобально представлены по России. У нас очень много как фирменных магазинах, так и наши продукты представлены во всех крупных сетях, где продается техника, электроника. И поэтому рада сегодня здесь быть. Ну, если говорить про какие-то достижения, то, например, компания Xiaomi на данный момент с 2021 года, с лета примерно 2021 года, мы первые в России по продажам смартфонов в штуках. То есть мы сейчас абсолютный лидер, выступать эту позицию не собираемся. И помимо смартфонов мы также продаем продукты экосистемы, многим из нас известные. И, например, также у компании Xiaomi лидер по продажам в пяти категориях продуктов экосистемы. Это роботы-пылесосы, умные часы, пауэрбанки и умные весы. И также, кстати, один из наших продуктов, Redmi Note 10S, по версии раскачества, стал лучшим доступным смартфоном в России, также по версии за 2021 год. И одни из наших умных часов тоже первые в России, как самые доступные, как самые оптимальные, сбалансированные и доступные умные часы – это Mi Watch. Замечательно. И самое главное, что хотелось бы сказать, есть компании, которые занимаются только планшетами, телефонами. Может быть, иногда в линейке появляются часы. Компания Xiaomi, мне кажется, нельзя найти IT-какое-то диджитал решение, носимые электроники тем более, в котором не представлена ваша компания. Собираетесь ли вы останавливаться на достигнутом? Или вы считаете, что уже достаточно вы сделали? И, в принципе, у нас еще есть огромные сферы, где еще компании Xiaomi не представлены и скоро нас порадуют. Да, конечно. В целом, у компании Xiaomi более 2000 наименований продуктов экосистемы. То есть, да, действительно, какую бы сферу нашей жизни мы ни взяли, это готовим на кухне, это там спим в спальне и так далее. В каждой нашей сфере, в каждом направлении нашей жизни у компании Xiaomi найдется какой-то классный, полезный для здоровья, для жизни, для комфорта продукт. Например, сегодня у нас представлены, в том числе, на нашей экспозиции продукты экосистемы умного дома, робот-пылесос, очиститель воздуха. Казалось бы, что применяется преимущественно только для личного пользования. Ну, робот-пылесос, там, пришел с работы, снял обувь, не нужно надевать тапочки, да, потому что у тебя чистый пол, к твоему приходу робот-пылесос уже убрался, ты идешь на диванчик, протягиваешь ножки, смотришь любимый сериал, вместо того, чтобы там думать о том, что надо помыть пол или пропылесосить. При этом можно применить и для бизнеса. Например, мы в компании, если мы работаем в офисе, все равно, чтобы мы дышали чистым воздухом, мы приглашаем к себе каждый день уборщиков. Так вот, уборщицу можно приглашать не каждый день, а, например, один раз в неделю. Все остальное время робот-пылесос спокойненько возьмет на себя эту поддерживающую уборку, и таким образом мы сэкономим бюджет в компании, да, и при этом пол останется чистым, сотрудники будут дышать чистым воздухом. Или очиститель воздуха, тот же самый, понятно, дома мы его используем для того, чтобы там меньше болеть. Многие сейчас работают на удаленке, да, и это тоже актуально для компании. Также и в офисе компании, которые ставят себе в офисе очистителя воздуха, они отмечают, что сотрудники меньше болеют, это, соответственно, меньше будет броничные, а это тоже экономия для компании и так далее. То есть каждое наше умное устройство так или иначе можно интегрировать в бизнес и улучшить какие-то из бизнес-процессов. Замечательно. Это замечательно слышать, то, что у нас все хорошо будет, все будет замечательно, потому что компания Xiaomi о нас уже позаботилась. И такой вот вопрос. Мы занимаете первое место, и, как мы понимаем, наши реалии последних двух месяцев говорят о том, что многие производители, к которым мы уже привыкли, уходят с российского рынка, а вы и так первые. И уходить не собираетесь. Получается, ваши планы максимально наполеоновские. И расскажите, может быть, есть какие-то специальные предложения для российского рынка, которые вы уже приготовили, потому что мы, конечно, вас любим, уважаем, но теперь будем любить и уважать еще больше. Ну, из специальных предложений у нас примерно каждый месяц выходят по несколько новинок, как продуктов экосистемы, так и смартфоны. Смартфоны, конечно, реже выходят, чем каждый месяц. Тем не менее, мы регулярно выпускаем новые продукты. Действительно, мы не собираемся как-то останавливать или ограничивать свое сотрудничество с Россией. Все наши продукты доступны для жителей России. И сейчас, например, сегодня на стенде у нас можно посмотреть один из наших новых флагманов. Это Xiaomi 12, который еще официально нет в продаже в магазинах. При этом вот сегодня можно пройти, потрогать, посмотреть. Это смартфон, основная фишка которого – это компактный дизайн. Его очень удобно лежать в руке, удобно пользоваться одной рукой. При этом там полностью вся топовая начинка. То есть все современные технологии, все инновации, которые сейчас можно применить в смартфоне, они все в нем есть. При этом он еще и очень компактный и миниатюрный. Этого ищут многие пользователи смартфонов. Такого нет у других производителей. Мы вот представили такое решение, которое совсем скоро появится в магазинах и, опять же, будет доступно абсолютно для каждого жителя России, у кого есть такая потребность. Такой вопрос. Он лично от меня. Мы понимаем, что есть тренд, который, может быть, искусственно нагнетается, может быть, нет, но все-таки складные устройства, которые вот-вот появляются у разных компаний. Но есть такая поговорка, которым, я думаю, никто не будет спорить, что топ за свои деньги, Xiaomi, как бы делает продукты, которые потрясающего качества, которыми удобно пользоваться многие годы, и они вас радуют. При этом ты понимаешь, за что ты платишь. Это цена качества великолепного уровня. Есть ли в планах компаний такая инсайдерская информация? Может быть, когда-нибудь нас порадовать хорошим, доступным, очень ярким, красивым телефоном, который имеет складной экран? Может быть, когда-нибудь, да, не в ближайшее время. Действительно, у компании очень много разработок. На самом деле, компания, одна из топ-100 компаний, есть такой рейтинг, мировой топ-100 инноватор. То есть, вот если взять вообще-вообще все компании, из Колково, там, Кольцово, Новосибирске, да, и посчитать их количество патентов, которые они регистрируют, которые они там выпускают, количество разработок, новых технологий, и вот взять топ-100 самые инновационные, с самым большим количеством разработок, то компания Xiaomi входит в топ-100 инноватор. Вот в этот рейтинг. Можно зайти в интернете посмотреть, он действительно существует. И поэтому действительно у компании есть очень много патентов, и в том числе в области складных смартфонов. Но на данный момент для выпуска в России в ближайшее время, по крайней мере, не прогнозируется. Но мы, конечно же, очень ждем, я тоже искренне жду, что мы выйдем и в этот сегмент тоже мы зайдем. Вы, как инноваторы, наверное, пропустите эту же устаревшую функцию с логановой экрана и дадите нам что-то еще совершенно новое, доселе неизведанное. Спасибо вам большое и пожелаем вам удачи. Спасибо большое и вам тоже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok